Продолжение следует... Как только вы смещаете в середину мяч, получается, что вы загораживаете себе цель. Важно держать мяч именно вот так. Все время видеть кольцо. Работая над техникой кольца, мы постоянно обращаем внимание, что наш локоть смотрит прямо в сторону кольца. Во время полного выполнения броска локоть все время направлен в сторону кольца. И заключительное наше движение – сам бросок. Самое главное, мы по-прежнему смотрим, что локоть смотрит прямо на кольца. И следующее – рука закрывается. Мяч выпускается с кончиков пальцев и рука закрывается. Вот таким движением. Выпуская мяч с кончиков пальцев, мяч получает сильное обратное вращение. Я убежден, что все понимают, что невозможно мяч бросать в игре одной рукой. Это мы сейчас работали над техникой. Для того, чтобы правильно взять мяч при броске, мы делаем следующее. Для того, чтобы правильно удерживать мяч при броске, мы начнем с того, что возьмем мяч двумя руками таким образом, чтобы большие пальцы образовывали прямой угол. Следующим движением из этого положения мы выносим мяч точно так же, как мы делали это одной рукой. Вот так. Только вы видите, что это движение мы сопровождаем легким вращением, и левая рука только поддерживает мяч. Вот так. Так, и заключительное движение точно такое же, как мы делали при броске одной рукой. Левая рука только сопровождает мяч и немножко придерживает его в самом начале броска. Вот так. И вот так. Опять же, самое главное, следим, чтобы локоть смотрит прямо на кольцо. Мяч вылетает с самых кончиков пальцев. И самое главное для начала научить мяч вращаться. И заключительное движение при броске мы оставляем точно таким же, как мы делали одной рукой. Левая рука только придерживает мяч, совсем чуть-чуть. В самом начале левая рука придерживает мяч и плотно удерживает его в бросковой руке. Дальше работает только одна правая бросковая рука. Следим за тем, чтобы локоть смотрел в кольцо постоянно и мяч получал максимальное вращение. И, конечно, закрываем кисть. И так, мы уже знаем, как работают руки при броске. А теперь мы обратим внимание, как же стоят ноги, какое должно быть положение ног и какое правильное движение у ног. Для того, чтобы занять правильную баскетбольную бросковую стойку, нужно поставить ноги на ширине плеч или немножко шире. И, если вы бросаете правой рукой, нужно сделать короткий шаг, буквально 10-12 см, правой ногой вперед. Если вы бросаете левой рукой, то для этого вам нужно сделать короткий шаг, 10-12 см, левой ногой вперед. Вот так. И в заключении полная баскетбольная бросковая стойка. Нам нужно удерживать мяч, как мы это делали. Поставить ноги плотно и уверенно на ширине плеч или немножко шире. И в заключении немножко согнуть ноги в колени. Мы готовы к броску. В итоге, после несложной тренировки, у нас получается правильный, красивый и точный баскетбольный бросок. Бросать мяч в кольцо это очень просто. Да вообще просто. Очень. Спасибо. Продолжение следует...